97% – такова строительная готовность детского сада на 240 мест с бассейном в Медвежьих озерах. В работах задействованы 140 человек. Об этом на выездном совещании руководителю районной администрации доложил представитель строительной компании. Возведение объекта выходит на финишную прямую. Ветерпо посаду 99%, осталось 12 метров квадратных. Электроснабжение 99%, они сейчас будут сегодня устанавливать уже светильники и розеточные группы. То есть прокладка кабелей закончилась 100%. В меньшей степени выполнено благоустройство территории. На данный момент строители продолжают сантехнические работы, установку необходимого оборудования. Алексей Валов напомнил, сроки остаются жесткими. К концу февраля здание должно быть готово. Ведутся работы и в детском саду в новом городке. По словам директора строительной компании, за неделю готовность садика выросла на 7% и на данный момент составляет 73%. Строители продолжают внутреннюю отделку, облицовку, фасада здания. На объекте задействованы 110 человек. Параллельно ведутся работы по устройству полов и сплиток в районе 40%. Электромонтажные работы выполнены на 40%. Параллельно, как я уже докладывала в прошлый раз, три бригады работают, каждая на своем этаже. А в детском саду в Первом Советском переулке строительство ведется не столь динамично. Не завершены работы по установке системы отопления. Продолжается монтаж радиаторов. Не закончены кровельные работы. Кровля выполнена на 80%. Третий этаж полностью закрыли. На втором этаже остались два угловых места. То есть это до конца недели мы это все полностью сделаем. Как вы говорили, до 1 марта мы кровлю закроем. Порадовал Алексея Валова темп возведения детского сада на 220 мест в микрорайоне Анечково сельского поселения Анискинское. Работы ведутся в рамках застройки микрорайона. Здание готово почти на 80%. Строители планируют в конце марта сдать объект. А с наступлением тепла произвести благоустройство прилегающей территории. Контроль за возведением столь важных для района социальных объектов будет продолжен. Работаем в форсированном режиме, несмотря на праздники. После праздников не раскачиваемся. Видите, и люди есть, и техника, и материалы. Работаем, чтобы успеть в те сроки, которые мы установили, а не те, которые они хотят. Это надо, это необходимо. За этим надо следить, контролировать и отслеживать каждый шаг этого процесса.